Юрий Витальевич, он, конечно, мастер громких слов, мастер пиара, мастер создания информационных поводов. Это, безусловно, нужно отметить, как его самое главное достижение. Потому что, если говорить о правовом контексте, о тех реальных результатах, то они, на самом деле, очень плачевные. Скорее всего, украинцы будут разгребать последствия действий деятельности Луценко еще долго после окончания его каденции и дальше. Четко можем проследить, что Луценко воспринимает свою должность как трамплин для своей будущей карьеры. Он четко себя ощущает уже, как минимум, следующим премьер-министром или президентом. И, в принципе, для этого ему просто нужно заигрывать с массами, ему нужно делать определенные дела, которые дают фидбэк определенный от общества. И не важно уже, какой результат. Я четко несколько раз уже смотрел последние выступления Луценко. И четко прослеживается то, что он перекладывает всю ответственность за нерезультативность деятельности своей прокуратуры четко на суды. То есть, вот мы собрали, мы передали в суд, а суд, вот он, значит, не вынес обвинительный приговор, оправдал, там, вот мы хорошо поработали, а суд плохо. Но на самом деле, если просто посмотреть о том, что первая прокуратура очень много процессуальных нарушений допускает, которые ложатся в основании того, что защита и обжалует их, и, кроме того, создает очень хороший бэкграунд для того, чтобы обращаться потом в Европейский суд по правам человека, как минимум, по всем, по многим этим делам. Плюс, действительно, очень слабая доказательная база по многим преступлениям. И, конечно же, суд, он не может выносить другие решения, которые есть. То есть, это больше проблема не суда, а самой прокуратуры. Низкая квалификация, в первую очередь, самого Луценко, который фактически не имеет образования и не имеет необходимого стажа. Благодаря политической воле он получил это кресло, и, как бы ни было, дальше он продолжает заниматься политикой, а не тем, что надо. Если говорить о громких там делах основных, которые, там, говорит Луценко, как победы, возьмем, допустим, «вылыка рыболопля», как он сам называл, да, это очищение ГПУ. Это фактически профанация, тоже деятельности было. Ну, если говорить о том, что доброчестность определять с помощью теханкет, которые Юрий Витальевич предложил, где просто является вопрос, там, предлагали вам взятку, или были вы участниками коррупционных деяний, и ответ «да» или «нет», ну, согласитесь, что это абсолютно не информативно. Плюс, с подтверждением к этому есть то, что из 12 с половиной тысяч прокуроров, которые прошли подобную проверку, было только три дисциплинарных наказания. То есть, 12 с половиной тысяч и три только наказано, понятно, что это полная профанация. Далее, если говорить по созданию, допустим, генеральной инспекции, про которую тоже очень много говорила, ну, сразу тут скандал начался, потому что почему-то Луценко решил назначить господина Шкутяка, одиозного человека, который, в первую очередь, подпадал под люстрацию, во-вторых, он был участником земельного скандала, не одного на своем предыдущем месте работы. Поэтому, конечно же, общественность, там, очень негативно его воспринимала. То есть, человек, который должен был фактически определять недобросовестных прокуроров, он сам был далеко недобросовестным. Потом сейчас вот Уварова назначили, ну, немножко вроде как дело сдвинулось место. Там уже, по-моему, где-то девять человек по девяти прокурорам были материалы переданы в суд за четыре где-то месяца работы. Но все же вряд ли мы можем говорить о том, что это победа. Кроме того, Луценко абсолютно не захотел реформировать, не хочет Генеральную прокуратуру в сторону ее, превращение ее в орган правосудия. Это как по новой конституции у нас записано. Ни единого плана не было. Был один законопроект, в котором хотел он изместить внестение, который, наоборот, расширял полномочия прокуратуры. То есть прокуратура, в том, которым в виде она сегодня является, это орган политической конкуренции, политического давления, средства распространения власти, в первую очередь, президента и его окружения. Это то, что есть на сегодняшний день. А если его реформировать в сторону больше европейских стандартов, то, конечно же, это и общий надзор убирается, и очень много других полномочий, которые ранее, которые сейчас, допустим, есть у прокуратуры, их не будет. Это огромнейший страх нынешней власти и огромное ее нежелание проводить эти реформы.